Я еще раз задам вопрос перед премием, перед окончанием. Признаете ли вы вину в совершенном данном преступлении? В полном или в обвинении в полном? Вы вину признаете в совершении преступления? Да. Полностью признаете? Раскаиваетесь в время? Да. Нет вопросов в вашей части. В судебном заседании рассмотрено обвинение в отношении комбикова в совершении преступления. Предусмотрено в числе 19.245 Уголовного кодекса. Действия подсудимого. Организации дознания полифицированы правильно. Установлено, что период времени с 22 часов до 12 ноября до 7 часов 15 минут. На встретенном ноябре 21-го года комбикова находясь в состоянии комбиковано обвинения ударами правой ноги по голове и телу кота, причиняя животному различные вещи, в том числе повлекшие выпадение глазного яблока из орбиты и дальнейшую его потерю. Различный пневматон писали по всему телу. Орваный ранен на языке, прописан на шее. Подсудимый Комельков вину признал полностью в ходе расследования частности секретаря его показания на месте. Дал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений. Вина его подтверждается случайно градусными показаниями свидетелей, в частности жителями, проживающими в подъезде многоквартирного дома, в котором был обнаружен код и зафиксирована громкая музыка и шум в квартире подсудимого, где он проживал. Свидетель Бахтерова, после перегонизации 4 лапы, пояснила об обстоятельствах, когда был обнаружен код и описаны его повреждения, указанные на тяжелое состояние. Она также поясняла, что жители подъезда указали на квартиру подсудимого, как на лицо, в котором могло быть совершено данное преступление. Ветеринар Милин, которому была оказана помощь коту, подробно сообщил о полученных повреждениях, указав, что код находился в чужом состоянии. Свидетель Ковалев, хозяин кода, пояснил, что забрал кота после происшествия, узнав о нем из СМИ, после чего регулярно возил кота к ветеринару, забрали денежные средства. Прошел обратить внимание суд, что до настоящего времени со стороны подсудимого никакой помощи коту. Ковалеву он с подобным предложением не обращался, материальную помощь на лечение не оказывал. Также вина подсудимого подтверждается протоколами следственных действий, их документы, в частности, протоколами осмотра места происшествия, где осмотрены и полученные вещественные доказательства. В частности, видеозапись подъезда дома, где проживает подсудимый, где было совершено преступление. Также зафиксированы предметы в ходе осмотра места происшествия. В ходе осмотра самого кота с инвестированного повреждения, в частности, любец, имеется справка о потере зрения. В деле имеется протоколы ярких исповинок, где крыльников собственноручно поясняло воздействие преступления. Наличие увечья у кота подтверждается актом клинического осмотра и справкой из ветеринарной клиники. Таким образом, вина окомнякового в совершении указанного преступления полностью указана, и его действия необходимо провоцировать именно по части 1 ст. 25 уголовного подекса. При назначении наказания необходимо учитывать, что обстоятельством смягчающим наказания будет основание части 3 ст. 61 уголовного подекса. Это полное признание вины и раскаяние все время. Обзор действий на мотивящем наказания определенной части 1 ст. 63 уголовного подекса является совершение преступления в состоянии вызванным употреблением алкоголя. На основании сниженного учитывая характер степени общественной паспорта совершенного преступления, которая уносит категорию небольшой тяжести, в листе подсудимого, у которых реализуются уголовного подекса, в наличие смягчающих и отречащих обстоятельств, а также с учетом влияния на значение наказания о справлении самого подсудимого, я прошу суд признать к им нерекому виновным в совершении преступления, предусмотренном часть 1 ст. 25. 45 уголовного подекса. И назначить наказание в виде обязательных работ на срок 260 часов. Алису, Ваше честь с вами. Я не знаю, что с вами. Слово «Премь» предоставляется защитникам. Ваша честь, уважаемые участники процесса, я чляюсь защиту Камлякова Юрия Павловича, который обвиняется по части 1 статьи 245-й в Волонгодии Российской Федерации. А поскольку мой подзащитный билл в совершении данного преступления признал полностью, я как адвокат должен поддерживать мнение своего подзащитного, за исключением единственного случая, когда я полагаю, что вины моего подзащитного в данном преступлении нет. Я полагаю, что в данном случае нет самого преступления, предусмотренного статьей 245-й в Волонгодии Российской Федерации. Данное преступление подразумевает и гласит по объективной стороне следующим образом. Жестокое вращение животными, повлекшее гибель данного животного, либо увечья данного животного. А что такое увечья? Это значит, должна быть утрата каких-то функций, либо конечностей, либо перебить сам хребет, что животное перестает быть движимое, либо утрата каких-то функций различными органами, чувством маяния, осязания и тому прочее. То есть в данном случае, поскольку достоверно не установлено о том, что глаз потерял функцию, однако не утрачена функция зрения. Поэтому я считаю, что увечья должно быть только в том случае, если были бы утрачены оба глаза своих функций, и год бы ослеплен. А поскольку функция одного глаза продолжает работать, то есть я еще не уверен, достоверно точно, что и второй глаз полностью не видит, значит, мы можем предположить о том, что один глаз у него работает, следовательно, утрата функции зрения у кота не утрачена. Даже согласно аналогии с живыми лицами, именно с людьми, значит, утрата одного глаза не образует инвалидности человеку. То есть человек, у которого один глаз не работает, значит, он не получает инвалидность. Я полагаю, что увечья по аналогии с живыми лицами или с людьми образует обязательный признак инвалидности. Поэтому я считаю, что в данном случае увечья не наступила. Факт того, что моим подзащитным Камляковым были причинены соответственные действия по причинению телесных повреждений, которые, собственно, ни я, ни мы подзащитные не оспариваем, однако я все-таки прошу внимательно на суд обратить внимание о том, что наступил ли факт увечья, либо не наступил. Я полагаю, что он не наступил, поэтому не образуется состав самого преступления. Я считаю, что поскольку нет события данного преступления, то, следовательно, Игомляков не должен нести ответственность за то преступление, которое он не совершал по причине отсутствия события данного преступления. Поэтому я прошу оправдать на обозащиту. Прошу просить то, что сделал. Ну, вот, все. Продолжение следует...